Разрешение на строительство владелец участка получил. По документам он мог построить трехэтажный индивидуальный дом, а вовсе не здание с шестью этажами и десятками квартир. На сравнительно небольшом участке практически не осталось свободной земли. То есть, если бы дом сдали, у жителей не было бы ни придомовой территории, ни парковочных мест, ни детской площадки. Из-за того, что здание фактически граничит с заборами соседей, снос усложняется. Сюда невозможно завести тяжелую технику. Слишком велик риск попадания обломков стен на соседней участке. Верхние этажи демонтируют вручную. Чтобы не мешать постояльцам отелей и гостевых домов, расположенных неподалеку, используют малошумные технологии. Управиться должны за 25 дней. «Все поливаем водой, чтобы не было пыли, чтобы людям, отдыхающим, не мешать». Администрация курорта привлекла к сносу стороннюю организацию, которая за свой счет проводит демонтаж объекта. Сам земельный участок под этим строением арестован и в дальнейшем его смогут продать. И недешево. Его примерная стоимость составляет 25 миллионов рублей. С выручки от продажи власти города рассчитывают покрыть затраты на снос после того, как будет определена стоимость работ. Хозяин участка на контакт не выходит. Более того, когда дело уже находилось в суде, строительство дома продолжалось. «Застройщик всеми силами, всеми правдами, неправдами пытался что-то строить. Его здесь останавливали неоднократно. Потом эту стройку, когда уже вышло решение суда о запрете на проведение строительных работ, ее мы тогда полностью остановили». Нарушение выявили представители управления ФСБ России по Краснодарскому краю в результате проведения здесь антикоррупционных мероприятий. Вопрос о сносе здания поднимали на заседании Совета безопасности. Краин был взят под особый контроль ФСБ. Шестиэтажка находится в зоне проведения Олимпийских зимних игр, где, согласно указу президента, действуют особые правила землепользования и застройки. В мэрии Сочи не исключают, что от действий застройщика могли пострадать люди, которые купили жилье в злополучном доме. Им рекомендовали незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. «Отдельно отмечаю, что ведется работа правоохранительной системой по возбуждению уголовных дел и по статье мошенничества, и по саму правство, если мне не изменяет память. Мы надеемся, что вот такими координационными действиями и принципиальной позиции руководства города строить без получения разрешительной документации будет просто невыгодно и опасно». А вот хозяин соседнего участка решил не спорить с законом и самостоятельно снести несанкционированную постройку, не дожидаясь решения суда. По словам застройщика, нарушение произошло без злого умысла. Не уточнили границы. «Захват получился небольшой, не знаю, где-то в пределах 600 квадратных. Основная площадь застройки должна была быть 1400, а получилось где-то около 2000». Мэр Сочи неоднократно ставил задачу выявлять несанкционированные объекты на этапе строительства перед всеми городскими службами. За несколько лет власями курорта было подано в суд более 2000 исков о сносе незаконных строений. В настоящее время около 300 объектов суд уже постановил снести. Город намерен и дальше привлекать для этого сторонние организации, а работы по демонтажу оплачивать за счет продажи участков.